И снова здравствуйте, дорогие мои! Ещё буквально одна секунда, и заседание нашего биологического отдела Академии занимательных наук начнётся. А тем временем я закончу уборку домика нашего пушистого приятеля. Хочу напомнить тем из вас, кто содержит дома такого же симпатичного приятеля, ни в коем случае не применяйте для уборки в хомячьем доме никакие моющие средства. Достаточно просто поменять подстилку. Вот так. Дело в том, что хомяки очень не любят, когда из их жилища исчезает их собственный запах. Когда они его не чувствуют, они не ощущают себя в безопасности, и поэтому начинают нервничать. Кроме того, химические моющие средства могут вызвать у зверьков аллергию. Ну вот, практически и всё. Так, уборка успешно завершена. Так. Я думаю, Климент будет доволен и счастлив, когда проснётся. Ну, а у нас с вами очень много серьёзных вопросов. Один из них прислал Даниил Ван из Махачкалы. Здравствуйте, Анна Семёновна. Я учусь в третьем классе. Моя учительница говорит, что укус некоторых пчёл может быть полезен. Я не верю. Ох, дорогой Даниил, сдаётся мне, что либо вы неправильно поняли учительницу, либо она нечётко сформулировала свою мысль. Дело в том, что полезен не укус, как вы выразились, а полезен яд, который пчела впрыскивает в организм человека, когда его жалит. Но прежде чем я объясню, что хорошего в пчелином яде, я хочу уточнить, что есть люди, которые абсолютно его не переносят. У них после того, как их ужалит пчела, и яд попадёт в кровь, начинается тяжелейший приступ аллергии, который может привести к очень нехорошим последствиям. Если на ваших глазах человек вдруг станет отекать и задыхаться, срочно вызывайте скорую помощь. Ну а теперь о пчелином яде. Начнём с того, откуда он берётся. Яд вырабатывается секреторными железами рабочих пчёл и маток. У трутни нет ни ядовитых желёз, ни жала. Перед тем, как ужалить, пчела высовывает из брюшка кончик своего жала, на котором выступает первая капелька яда. Когда пчела вонзила в кожу своё жало, его мускулатура начинает сокращаться, и яд нагнетается в ранку. Для того, чтобы остановить этот процесс, ужаленому человеку следует вытащить жало, тогда яд прольётся наружу. Ну, химический состав пчелиного яда очень и очень сложный, поэтому я не буду о нём рассказывать. Скажу лишь, что в нём находится особое вещество – фермент с трудным названием – гиалуронидаза. Этот фермент ускоряет заживление ран, синяков и шрамов. Кроме того, он повышает иммунитет человека, выводит из организма холестерин. Наверное, дорогой Даниил, вы не раз слышали об этом веществе, которое после определённого возраста засоряет наши сосуды. К счастью, вам пока можно о нём не беспокоиться. Но таким юношам, как вы, пчелиный яд поможет крепко и сладко спать, а также хорошо кушать. Но только при условии, что у вас нет на него аллергии. Ну, надеюсь, дорогой Даниил, я достаточно полно ответила на ваши вопросы. Ваши сомнения насчёт пчелиного яда рассеялись, как дым. Да? Вот и славно. А теперь я начинаю отвечать на письмо Ксении из Ашхабада, которая хочет знать, зачем индюку такой кожный нарост около клюва. Прежде чем приступить к рассказу, я хочу извиниться перед этой девочкой. Милая Ксюша, прости меня за задержку. Честно говоря, я сначала немного растерялась. Но сейчас я уже готова открыть дело о странных наростах. И начнём мы его с того, что узнаем кое-что интересное об этих птицах. Как вы наверняка знаете, индюк – это муж индейки. В сравнении с ней он выглядит настоящим франтом, особенно когда веером распустит свой замечательный хвост. Вы посмотрите на него, какой важный. Не птица, а министр без портфеля. Друзья мои, вы знаете, как появилось это название «индейка»? Нет? Сейчас расскажу. Дело в том, что родина этих птиц – Америка, чьё коренное население называется как? Правильно, индейцами. Когда эта птица появилась у нас в России, её недолго думая окрестили индейской курицей. Так и пошло. Индейский петух – индейка. Как ни странно, но индейки на английском языке именуются турецкими курами. По-моему, сейчас самое подходящее время для того, чтобы ознакомиться с её личным делом. Начинаем. Имя – индейка. Фамилия – домашняя. Отряд – курообразные. Семейства – фазановые. Длина тела – от 100 до 110 сантиметров самец и 85 сантиметров самка. Вес – от 9 до 35 килограммов самец, от 4 до 11 килограммов самка. Характер – вспыльчивый. Особые приметы самцов. На голове и шее характерные кожные образования – кораллы. С верхней части клюва свешивается мясистый придаток – кишка. Для чего именно нужны индюкам кораллы, науке до сих пор доподлинно неизвестно. Есть предположение, что они служат особыми уловителями ультрафиолетовых лучей. Через кораллы ультрафиолет проникает в организм птицы. А вот кишка – это особый случай. С одной стороны, это украшение, с другой – средство запугивания противника. Весной, во время ухаживания, самцы надувают свои кожные придатки примерно до 15 сантиметров. И так красуются перед своей избранницей, стараясь завоевать ее сердце. Ну а если в поле зрения возникает соперник, индюки пытаются раздуть кишку еще больше, тем самым надеясь придать себе грозный и воинственный вид. Нет. Говоря об этих птицах, я не могу не отметить, что они – показательный пример того, как обманчива бывает внешность. Несмотря на их высокомерный чванливый вид, индюки – очень заботливые папаши. Например, когда индейка уходит подкрепиться во двор, ее место занимает индюк и терпеливо высиживает потомство. Мало того, даже если индейка продолжает сидеть на яйцах, ее супруг подходит к ней и часами стоит рядом, лишь изредка присаживаясь в очень неудобной позе. Многие рачительные хозяева используют эти особенности птицы, недолго думая подкладывают индюку несколько яиц, которые он честно высиживает. Самое удивительное, что тяга к семье заложена в индюках с детства. Молодые одинокие самцы стремятся найти пустое гнездо и залезть в него. В этом гнезде они способны сидеть сутками, примеряясь к будущей роли отца. С той же готовностью и бесконечным терпением эти юные индюки, сами только-только вышедшие из детского возраста, принимают на себя заботу о чужом потомстве. Честно говоря, об индюках я могу говорить часами. Меня просто восхищает самоотверженность этих птиц, хотя злые языки называют их глупыми. Ну, может быть, они и не блещут интеллектом, зато какие у них добрые сердца. Видите, уважаемая Ксения, как далеко нас завел ваш вопрос о кожных наростах индюков. Но зато теперь и вы, и другие ребята близко познакомились с их обладателями и, надеюсь, преисполнились к ним самым глубоким уважением. Я же, в свою очередь, объявляю закрытым дело о странных наростах. Друзья мои, у нас на повестке дня новое расследование, поводом для которого послужило письмо Наде Воропаевой из Торопца. Уважаемая Анна Семеновна, моя сестра говорит, что мои любимые орехи, фисташки, на самом деле никакие не орехи. Почему? Расскажите мне о них всё-всё, пожалуйста. С удовольствием, уважаемая Надя, и начну я свой рассказ с того, что соглашусь с мнением вашей сестры. Действительно, фисташки орехами не являются. А вот почему, предлагаю разобраться вместе. Итак, мы начинаем дело о загадочных фисташках. Предлагаю первым делом тщательно изучить объект нашего расследования. У меня как раз есть вот такие вот замечательные фисташки. Вот он, плод фисташкового дерева. Или фисташки благородные, или ещё фисташки настоящие. Вооружаемся лупой и смотрим. Так, что же мы видим? Полуоткрывшаяся скорлупа, из которой выглядывает бледно-зелёное содержимое. Запах приятный, специфический, я бы даже сказала, фисташковый запах. Ну что ж, с первичным осмотром мы покончили. Пора ознакомиться с личным делом фисташки благородной. Смотрим. Имя фисташка. Фамилия настоящая или благородная. Порядок сапиндоцветные. Семейство сумаховые. Высота дерева от 5 до 10 метров. Плод костянка. Длина плода до полутора сантиметров. Ширина плода до одного сантиметра. Особые приметы на листьях галлы. Особые наросты. Образованные тлёй. Характер общительный, щедрый. Друзья мои, а вы в курсе, что фисташка один из самых древних плодов? Сначала их культивировали на территории нынешних Ирана и Сирии, затем в Греции и других частях Европы. А потом фисташка расселилась по всему свету. Кстати, у неё есть странная особенность. Фисташки собирают исключительно по ночам. Днём под солнечным светом листья фисташковых деревьев выделяют такое количество эфирных масел, что от одного их запаха кружится голова. Собранный урожай выкладывают в тенёчки на просушку. Представляете? Целый ковёр из фисташек. Правда, зрелище это не для слабых духом. Дело в том, что когда фисташки подсыхают в своих скорлупках, скорлупки качаются, словно лодочки на морских волнах. Друзья мои, о фисташках можно говорить долго, но боюсь, пока мы так и не подошли к ответу на вопрос нашей телезрительницы. Предлагаю провести следственный эксперимент. Давайте-ка сравним фисташку с тем, что в ботанике называют орехами. Посмотрим. Так, существует два точных определения. Первое. Орех это сухой, не вскрывающийся плод с деревянистым околоплодником, внутри которого помещено одно свободно лежащее семя. Вот, пожалуйста, фундук. Он настоящий орех. Без молотка или орехокола не вскрыть. А фисташка? Сами посмотрите. Посмотрите, что тут скрывать. Второе определение. Орехом называют плод костянку букового, березового и орехового семейств. Но мы-то с вами знаем, что фисташка относится к семейству сумаховых. Стало быть, и с этой точки зрения под определение орех не попадает. В отличие, например, от желудя буковое семейство или от грецкого ореха. Но ведь дело-то не в названиях. В плоде фисташки находится такое количество витаминов, минеральных и питательных веществ, что любой орех позавидует. Недаром на юго-западе США, в городке Аламагорда, поставлен самый настоящий памятник фисташки. Завершая рассказ, хочу вам сказать, что фисташки благотворно действуют на мозг. Они весьма полезны при умственных и физических нагрузках. Имейте это в виду при подготовке к спортивным соревнованиям или контрольным. Наше расследование благополучно завершено, дело закрыто, и нам с вами пора прощаться. Присылайте свои вопросы по адресу 109-147, город Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал Радость моя Анне Семеновне Бабочкиной. Или оставляйте их на сайте телеканала www.radostmoja.ru С нетерпением жду новой встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин